Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, Косою полосой шафрановую от занавеса до дивана. Оно покрыло жаркой охрую соседний лес, дома-посёлка, Мою постель, подушку мокрую и часть стены над книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу, друг за дружкой. Вышли толпой и врозь, и парами. Вдук кто-то вспомнил, что сегодня шестое августа. По-старому преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора. И осень ясная, как знаменье, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий нищенский ногой трепещущий ольшанник В имбирно-красный лес, кладвищенский, Горевший, как печатный пряник. С его притихшими вершинами соседствовало небо, важно, И голосами петушинами перекликалась даль протяжно. В лесу, казенной землемершию, стояла смерть среди погоста, Смотря в мое лицо умершее, чтоб яму вырыть мне по росту. Был всеми ощутим физически, спокойный голос чей-то рядом. То голос прежний мой правительский звучал, нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская и золото второго спаса. Смягчи последней лаской женскую мне горечь рокового часа. Прощайте годы без временщины, простимся без дне унижений, Бросающие вызов женщины. Я поле твоего сражения, прощай размах крыла расправленный. Полета вольное упорство и образ мира в слове явленный. И творчество, и чудотворство.